Девушки отдыхают Уже к концу текущего года часть проекта «Моногород» должна быть реализована. Учащиеся учебно-производственного комбината на этой неделе состязались за звание «Лучшие по профессии». Поселковая библиотека продолжает серию встреч с выдающимися земляками. Детский сад «Красная шапочка» отметил 30-летний юбилей. Праздничным концертом линьевцы встретили воскресенье Господне. Прошлую рабочую неделю в администрации поселка завершили публичными слушаниями. Тема для обсуждения в последнее время очень актуальна. «Моногород» Программа по созданию комфортной среды в рамках федерального проекта «Моногород» рассчитана на 5 лет. Линьёва – непосредственный участник программы. В течение 2017 года здесь планируется реализация четырёх проектов, обсудить которые предстояло на публичных слушаниях активной общественности, среди которой депутаты местного совета, специалисты различных сфер деятельности, старшие по домам, представители общественных организаций и другие неравнодушные линьевцы. Им первым предстояло понять, что в посёлок грядут большие изменения. Новшество потребует много сил, труда и денег. Одна из первоочередных целей – ремонт центральной дороги по проспекту Коммунистический. Улица от Заводского кольца и заканчивая поворотом на гимназию. То есть мы идём здесь коммунистически, мимо церкви и до поворота на гимназию планируется. Значит, у нас ещё люди немножко проголосовали по поводу центральной улицы Мира. Но по большинству голосов определена всё-таки коммунистическая у нас. Если брать Мира, там она будет стоить в денежном выражении в два раза больше. Ну, чтобы её, начиная от юбилейки и заканчивая поликлиникой, это где-то 36 миллионов. Ещё одна из наиболее затратных статей – создание спортивно-парковой зоны для отдыха линьевцев и гостей посёлка. Располагаться она будет на площадке между храмом и спорткомплексом «Риф». Начало здесь уже есть – огороженная оборудованная коробка, служившая в зимний период ледовым катком. Здесь фонируется сцена с лавочками, клумба. Вся территория, которая обозначена вот в этом виде, предразумевается строительство, её мощение плиткой. Зоны, которые подразумеваются здесь, территория оставлена под кафе, которая будет обслуживать население. И подъезды кафе, и подъезд к сцене, с задней стороны, где автобусы должны размещаться, ну, при приезде артистов. Вот это воркауты, зоны отдыха. Здесь спортивный вид. Здесь у нас в центре, вы видите, напротив сцены, обрезанного в летний период, это клумба, которая будет посажена в зимний период на этой территории, планируется разместить ёлку. Ёлочная площадка, проведение мероприятий при ёлочке. Также в летний период проведение любых праздников, которые подразумеваются здесь. Спортивные мероприятия могут размещаться здесь, здесь и здесь. Следующие. Вот общие положения со стороны проспекта Мира, где будет фонтан и зона отдыха. Вот если посмотреть, это общий вид. Это улица Мира, здесь проспект Коммунистейский, который нужен заезд в жилые дома, это 9-й микрорайон полностью. Вот это вот эта территория. Общая площадка, зона, вы поймите, что финансируется из благоустройства, которые комфортной среды, возможно финансирование работ, только связанных с благоустройством. Это объекты мощений, ограждений, озеленений, посадка деревьев, скамейки, клумбы, цветы, деревья и освещение, как я уже сказал, размещение спортивных площадок, элементов на двух площадках, которые у нас предназначены. Эти объекты, стоимость этих объектов на данное время предварительный подсчет 12 миллионов рублей. Застройка у нас составляет около 5 тысяч квадратных метров. Предложенный дизайн-проект леневцам понравился. Выражалось опасение, что красиво будет только на картинке, что все запланированные объекты не смогут разместиться на данной территории. Однако все сомнения были рассеяны. Заказчик, то есть администрация, строго отчитывается за каждый рубль и за те объекты, куда он вложен. Проект был единогласно поддержан и принят. Комплексное благоустройство преддомовых территорий Ленёва – ещё один вопрос, рассматриваемый на слушаниях. Ряд дворовых площадок должен заметно преобразиться. Район площади Леслянская 17, Леслянская 15, Леслянская 13, БВВ 12. Данная территория, вы знаете, была у нас, стояла заброшенная площадка, и теперь она свободна. Здесь также рассматривалась возможность и наличие инженерных сетей, которые проходят под территорием определёнными домами. Данный участок у нас свободен от инженерных сетей. Вот общая 3D-картина размещения данных площадок. То, что я уже говорил, газоны и насаждение, зелёное насаждение, тротуары. Продумали проектировщики благоустройство дворов отдельно стоящих домов с ограниченной придомовой территорией. Такие дома в посёлке тоже есть. К примеру, проспект Мира 60-1. Вытрана питовая зона, зона детская. В середине зона взрослая, для взрослых и, возможно, зона спортивная для разных дворцов. И парковка, которая необходима для этого дома, она вынесена за территорию дома. И увеличена здесь парковочный карман для машин. Спереди парковочного кармана вообще не предусматривается. Нет возможности его по проекту разместить. И следующее. То же размещение, какие проекты. Вот они. Вот хозяйственная зона чуть-чуть дальше. Вот эта зона спортивная. Детская для, как я уже говорил, среднего возраста, младшего возраста. И зона вот здесь, зона взрослого. Население, которое будет сидеть здесь, смотреть. Ждут изменения в дизайне двора и жильцов 4-го микрорайона, домов 5 и 5А. Проекты по этой территории тоже составлены и находятся на рассмотрении. И вот этот тротуар, который идёт к 5-му дому, вот эта вся часть будет застроена. И вот на эти два дома, видите, размещение, игровых площадок, обеспечение. Вот для младшего возраста их раз, два, три. Для средней группы одна площадка и вторая. Для более взрослого населения, вот она, одна большая площадка. Здесь размещения бытовые, также и для взрослого населения. Здесь также предусматривается частично вот эти два дома, обеспеченные, ну, рассмотрение. Вот парковочка и вот парковка для обеспечения жителями. А у нас там много парковок. Но её не хватает по объёму. В связи с этим проектировщики запланировали на территории, которая здесь свободна, парковка для обеспечения машин. Вот почему я вам и говорил, что новое изменение в проектных решениях необходимо соблюсти. Реализация проектов по благоустройству будет длиться несколько лет. В этом году планируется взяться и закончить одну из площадок, какую предстоит определить ленёвцам. Вы должны утвердить, что это тот или тот объект, который необходимо в этом году построить. Если вы принимаете МИРА-60, пожалуйста, МИРА-60 роботов. Пятый микрорайон, пожалуйста, пятый микрорайон. Четвёртый. Ой, четвёртый. Пятый дом, да. Да, пятый дом, и четвёртый. Пожалуйста, вы принимаете решение, и данный объект продолжает начинать уже в рабочей документации. Но они на всё сделают рабочую документацию. Потому что в дальнейшем готовые проекты будут занесены в дальшую программу, которая существует. Вот такая ситуация. 19 апреля на базе учебно-производственного комбината, функционирующего в 4-й ленёвской школе, состоялся конкурс среди учащихся «Лучший по профессии». Цель данного конкурса – это, конечно же, формирование интереса к тем профессиям, которые они осваивают в учебном комбинате. Также нам хотелось создать условия и дать возможность каждому ученику выполнить профессиональную пробу по каждой выбранной профессии. Лучшего по профессии на межшкольном учебном комбинате стараются выявлять каждый год. А потому конкурсы профмастерства – здесь традиция. Кто такие профессионалы или мастера своего дела? Мастера – это люди, которые с удовольствием делают то, чего не умеют делать другие. Ну и одно из самых захватывающих зрелищ на свете – это смотреть, как работает мастер. И сегодня мы это увидим. Конкурсантов в этом году набралось много. Среди них учащиеся с первого по четвертый курс. Возрастные ограничения – с 10 до 17 лет. Я знаю, что вы немножечко волнуетесь сейчас, но делать этого не стоит, потому что вы успешно осваивали профессию, вы научились многому, вы многое знаете. Я думаю, что вы достойно сегодня представите свои умения, свои профессиональные знания и умения на этом конкурсе. Я желаю вам победы, хотя победителей много не бывает, но я всем искренне желаю победы. И хочу сказать, что конкурс профессионального мастерства ежегодно проходит в нашей школе. Но такого уровня конкурс сегодня впервые, потому что сегодня к нам будут предъявлены требования международных стандартов. Это очень ответственно, это очень важно. И я думаю, что со следующего года мы будем принимать участие в этом международном конкурсе, где оцениваются именно профессиональные качества, профессиональные умения, профессиональные знания. Парикмахеры, стенографисты, швеи, портные, операторы ЭВМ и ВМ, кондитеры. Участие в конкурсе приняли представители всех шести направлений обучения на комбинате. Условия работы созданы для всех равные. Какие-либо преимущества для себя могли создать лишь сами конкурсанты, используя приобретенные знания и навыки. Ребятам предстояло испытать себя в трех этапах. Первый – теоретический. За 15 минут должен быть выполнен тест, состоящий из 10-15 вопросов. Следующие 15 минут ушло на выполнение второго задания, требующего творческого подхода. Каждый из участников должен был представить графическую эмблему, отражающую суть своего отделения УПК. На третью часть конкурса, практическую, отводилось 60 минут. Это, пожалуй, самый сложный, но при этом самый интересный этап всего конкурса. Что делаем? Шоколад топливный. Что вы из них хотите? Растопливный шоколад. Нет, ну а в итоге продукты? Должен сначала растопить шоколад, потом сделать ему рисунок. А какой рисунок? Ну, с малышкой. А, то есть готово, да? Ага. Результаты каждого этапа оценивало жюри. Конкурсанты работали на открытых площадках. Новшество этого года. Жюри и зрителям не составляло труда передвигаться по рядам, наблюдая за ходом работы ребят. К моменту начала выполнения практического задания конкурсанты заметно успокоились, занялись любимым делом, каждый своим. И уже не важно было, кто победит. Главная цель – участие – уже достигнута. Это новый рывок, новый стимул для дальнейшего погружения в профессию. Леневская поселковая библиотека организовала и проводит серию встреч с выдающимися земляками. Родной земли, многоголосие, под таким названием проходят мероприятия краеведческой направленности. Одно из мероприятий Сирии состоялось в библиотеке 18 апреля. Встречу-диалог назвали «Из нас слагается народ». Главный герой – постоянный читатель и давний друг библиотеки Виктор Павлович Кузнецов. Сегодня мы собрались, чтобы отметить юбилей, 80-летний юбилей Виктора Павловича Кузнецова. Само число 80 как бы символизирует песочные часы, отсчитывающие песчинки зрелости, мудрости, стойкости. Таким мы видим сегодня Виктора Павловича. Виктор Павлович – давний читатель и друг библиотеки. Принимает активное участие в наших мероприятиях, особенно по военной тематике. Это 23 февраля, 9 мая. Неоднократно выступал перед школьниками. С большим удовольствием перечитал все подшивки наших журналов «Наука и жизнь». Любитель классики. На встрече присутствуют постоянные посетители библиотеки, активные участники всех библиотечных мероприятий. В качестве гостей и старшеклассники. Для них подобные встречи, как уроки краеведения, как пример уважительного отношения к своей земле, к своим предкам, к истории края и семьи. На протяжении длительного времени Виктор Павлович собирал информацию обо всех своих родственниках. Попытался узнать не только о тех, кто был рядом с ним, но и о тех, кого уже не было рядом с ним. И вот на основе собранного материала была издана книга «Кузнецовы. История хроники рода Кузнецовых, Ершовых, Мосиных». Начиная с 1840 года по 2008 год. Конечно, широкому кругу читателей документальная история отдельно взятой семьи будет малоинтересна. А вот для близких, друзей, знакомых автора его творение составляет определенную ценность. Гости юбиляра узнали, что он выходец из большой семьи, состоящей помимо родителей из шестерых братьев и одной сестренки. Виктор был четвертым. Он родился 1 марта 1937 года в городе Брянске. Когда началась война, мальчику было 4 года. Памятен случай, когда Виктор с братом попали под воздушный налет. Хотели укрыться в будке стрелочника, но он их не впустил. А когда налет закончился, уже не было ни будки, ни стрелочника, только вздыбившиеся рельсы и шпалы. А что было бы, если, желая добра, стрелочник пустил ребят в будку? Неисповедимы пути Господни. Вскоре семья Кузнецовых переезжает в Новосибирск. Жили в Шроговоць, сажали в огороде овощи, ездили в тайгу за кедровыми орехами. И Виктор продавал их у магазина стаканами. Сколько людей, столько судеб. Жизненная тропа у каждого своя. Виктор Павлович, взрослея и как любой советский гражданин, впитывая в себя идеалы того времени, становился достойным представителем своей страны. В юности занимался спортом. Закончил летное училище. Послужил в пожарной охране и исправительно-трудовой колонии. Ленёвцем он известен как сотрудник лечебно-трудового профилактория, а впоследствии как инженер штаба ГО и ЧАЭС посёлка. Приятным сюрпризом для юбиляра стали видеопоздравления, специально собранные для него сотрудниками библиотеки. С удовольствием вспоминаю нашу совместную работу. Когда я работала председателем исполкома поселкового совета, а вы начальником гражданской обороны. И я всегда была уверена за этот сектор работы. И знала, что наши ленёвцы могут спать спокойно. Потому что во главе стоит человек неравнодушный, знающий, многоумеющий. И всегда была спокойна даже за юбилей проверка. Каждый юбилей – рубеж, когда принято подводить итоги, осмысливать прожитые этапы, строить планы на будущее. Своей жизнью наш юбиляр вполне доволен. Оптимизм и активная гражданская позиция всегда приходили на помощь. В своей книге Виктор Павлович написал «Если бы меня спросили, как бы ты стал жить, если всё начать сначала», я без сомнения ответил «Повторим свой путь». Единственное, что добавил бы, больше уделял внимания друзьям, ласке и любви, маме и родным. У каждого из нас есть своя дорога. Всего лишь надо отыскать из огромного количества одну. Наш юбиляр нашёл свою. И полноправным хозяином шагает по ней уже 80 лет. 14 апреля детский сад «Красная шапочка» отметил свой очередной юбилей. 30-летие сотрудники и воспитанники отпраздновали большой дружной компанией в Ленёвском доме культуры. Детский сад Детский сад – это отдельный мир, чудесный и неповторимый. Время, проведённое в нём, мы вспоминаем на протяжении всей взрослой жизни, мечтая хотя бы ненадолго вернуться в беззаботное счастливое детство. А самому детскому саду скучать некогда. Каждый год в свои гостеприимные объятия он принимает всё новых малышей, которые, подрастая, окрепнув и научившись многим полезным вещам, становятся школьниками. Им на смену приходят очередные несмышлёныши и так из года в год, из поколения в поколение. Сегодня наш детский сад отмечает круглую дату. Прошло 30 лет с тех пор, как «Красная шапочка» гостеприимно распахнула дверь для детей нашего посёлка. Это было большое событие. Наше здание детского сада было введено в эксплуатацию в 1987 году. Оно было рассчитано на 140 мест, а сейчас наш детский сад принимает 275 воспитанников. Для воспитателей, детей и их родителей детский сад стал вторым домом. Коллектив у нас очень дружный, чуткий, ответственный. Возраст сотрудников самый разный. Кто-то к нам пришёл из педагогического училища и только начинает набираться опыта. А есть те сотрудники, кто отдал родному учреждению всю свою молодость, свои лучшие годы. Наши сотрудники от всей души и всего сердца развивают в малышах только положительные качества. Технический персонал создают уют для комфортного пребывания детей в стенах нашего учреждения. А мы все вместе, педагоги, родители, с участием главы района Олега Владимировича Лагоды, главы посёлка Яков Яковича Ландайся, стараемся, чтобы наш детский сад стал образцовым детским учреждением. В нашем детском саду работают две логопедические группы. Кабинеты оборудованы оргтехникой, проведён интернет, что облегчает работу педагогов. И результатом нашей работы, конечно же, являются дети. Мы гордимся нашими воспитанниками. И пусть в их развитие и воспитание мы вложили мало времени, всего пять лет, но не зря говорят, те качества характера, воспитанные и привитые в детстве, сопровождают человека всю его жизнь. В 2016 году только наш детский сад стал принимать детей с полутора лет. А это значит, что увеличилась дистанция для разбега и притворения в жизнь новых идей и замыслов. Я поздравляю наш коллектив с 30-летним юбилеем. От души желаю своим сотрудникам, пусть в их глазах отражается любовь наших деток. И никогда не погаснет от огонёк, от любви, от радости повседневного труда. Здоровья вам, счастья вам, благополучия в семьях, красивых и солнечных будин. Пусть звонкий детский смех добром отзывается в душах и ваших сердцах. С юбилеем, дорогие коллеги! Дружная семья Красной Шапочки состоит из 265 детей и 70 взрослых. Каждый день для тех и для других наполнен радостной суетой, новыми открытиями и маленькими достижениями. Это и есть детсадовская жизнь. Пригласили в садик поскорей, маленькие дети в сад пришли, нежность и заботу в нём нашли. Топ-топ, топ-топ, очень нелегкий. Топ-топ, топ-топ, белые пеньки. О-о-о, пролетел уж год, и вторая младшая зовёт. Там ещё немножко подрастёт, и уже мы в среднюю пойдём. Топ-топ, уже не малыши, весело на праздник мы пришли. Хорошо мы можем вам сплясать, и себя умеем показать. Топ-топ, топ-топ, очень нелегкий. Топ-топ, топ-топ, будние деньги. Вот, вот, а за ним другой, пробежали быстрой чередой. Этих время в школу провожать, а на смену им встречать. Вет, лет, тридцать лет прошло, но из жизни детства не ушло. Не истяк, не содрасти, заяк, бьётся в наше сердце детский сад. Туп-туп, туп-туп, слышите, звучит. Туп-туп, туп-туп, радостно звучит. Проходят годы чередой под сенью топорей. Ко мне мои выпускники ведут своих детей. Гозаводом проходит в заботах. Всё для них, для родных малышей. Изучаем, внедряем в работу инновации нынешних дней. И в потоке, и в жизни текущей не забыть нам о ныне души, чтобы чуткими, нежными, сильными выходили в свет малышей. От печальных и унылых и в работе, малый Бог, не умеешь веселиться, значит, ты не педагог. Никогда не забывайте, что Макаренко сказал. Я бы мрачных педагогов близко к сердцу не пускал. Я сердечно поздравляю всех своих коллег, друзей. Процветай, любимый Саня. Мы отмечаем юбилей! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Лучшими подарками для гостей стали выступления главных обитателей сада, его воспитанников. На них невозможно было смотреть без умиления, нежности и улыбки. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЗДРАВИТЬ ДЕТСКИЙ САД СО ЗНАМИНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ПОСПЕШИЛО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ СРЕДИ НИХ ДРУЗЬЯ, КОЛЕГИ, ШЕФЫ И ПАРТНЁРЫ СЕГОДНЯ В ЭТОТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ, ЮБИЛЕЙНОЕ СОБЫТИЕ Я, честно говоря, вижу по числу превышенных праздник не только у детского сада, но и всего поселка. Поселок, вы знаете, необычный, потому что такая большая концентрация жителей, и вы очень дружные, хочу сказать. Ну, в отличие, там, сельские советы, они все-таки в этом плане разъединенные, поэтому очень приятно видеть такое количество приглашенных. Я хотел бы сказать одно, и видно одно, потому по отношению воспитателей, которых мы сейчас видели все на сцене, по их опыту работы, что наши ребятишки, конечно, в надежных руках. Ту любовь, которую вы им дарите, вы их учите первым шагам в жизни, учите быть в коллективе, вы даете им то, что, наверное, да не наверное, это абсолютно точно знаю, и по своим внукам, внучкам, что не все можно дать в семье, коллектив много дает учиться и жить, в общем, нашей не совсем простой жизнью. Я от всей души поздравляю вас с этим юбилеем, и от имени главы района приношу свои поздравления, и хочу зачитать слова, адресованные вам. Уважаемая Галина Владимировна, педагоги и работники дошкольного учреждения, поздравляю вас со славным юбилеем. 30 лет для детского сада – это целая жизнь, богатая своими событиями и историей. Коллектив детского сада сегодня может по праву гордиться своим учреждением, хорошими традициями, талантливыми педагогами, профессионалами и настоящими энтузиастами своего дела. Тепло и забота, взаимная любовь и уважение, царящее в вашем дружеском коллективе, наполняет радостью и спокойствием сердца взрослых и детей. Спасибо вам, уважаемые работники детского сада, всем, кто создает эту удивительную страну детства, за вашу беззаветную преданность, бесконечную любовь к детям, доброту и милосердие. Выражаю признательность и благодарность за неиссякаемую щедрость сердец, за умение сделать мир детства светлым и радостным. От всей души желаю, чтобы в вашем коллективе всегда царили мир и согласие. Пусть светящаяся радость в глазах детей будет высочайшей наградой за ваш труд. Пусть на нелегком пути к знаниям, просвещению и прогрессу вам всегда сопутствуют удача и успех. Глава Искитимского района Олег Владимирович Лагода. Ну и от себя я хочу добавить и сказать, выразить тоже признательность за то, что дети, приходя в детский сад, получают первый опыт своего входа в жизнь. Они входят в жизнь через детский сад. И от того, как их детский сад встретит, какие условия будут созданы в детском саду, от этого зависит то, как ребенок дальше пойдет по жизни. И я хочу сказать большое спасибо коллективу этого детского сада за то, что дети, выходящие из него, уверенно приходят в первый класс и уверенно постигают науки, которые им дает школа. Они любят эту жизнь, они верят людям, которые их окружают, а это очень много значит для дальнейшего совершенствования и успеха в жизни. Спасибо вам, коллеги. Сотрудники сада были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами, а также теплыми искренними словами поздравлений и пожеланий за их ежедневный нелегкий труд. В День Светлого Христового Воскресения в Леневском Доме Культуры состоялся праздничный концерт, подготовленный силами служителей храма, учащихся воскресной школы и леневскими артистами. Пришедших на праздник гостей в фойе Дома Культуры встречала выставка работ учащихся воскресной школы храма. К Пасхе ребята готовились загодя, предвкушая торжественный момент празднования. Большая часть экспонатов – пасхальные яйца, вылепленные, сшитые, вязанные, разрисованные. Одним словом, праздник очень и очень ждали. Концертная программа началась с обращения к пришедшим отца Алексия, настоятеля Леневского храма. Христос воскресе! Воскресе воскресе! Ну вот, наконец, мы дождались одного, не одного даже, а самый большой праздник во всей православной церкви – праздник Светлой Пасхи. Конечно, чем у нас предстоит впереди светлее день, тем предправство будет, конечно, темнее и сложнее, ну, с какой-то стороны. Вот был Великий пост, святая, так скажем, Пятидесятница, который, который кто-то духовно, так скажем, принимал участие, постился, молился, каялся в своих каких-то грехах. Вот мы сегодня встретили этот светлый праздничный Великий день, который ведет за собой очень огромные благие последствия для каждого из нас человека. Вот сейчас человек имеет возможность после воскресения Иисуса Христа, еще будучи две тысячи лет назад, имеет возможность быть на ступеньку ближе к Богу и быть вообще с Богом. Самый главный христианский праздник – Пасху отмечают все – и те, кто постоянно ходит в храм, и те, кто верит в Спасителя тихо, внутри себя. В день воскресения Господня и те и другие мыслями рядом с Ним, подарившим человечеству спасение. Научи ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю, научи никогда не роптать на мою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, Ты своею причистою кровью бескорыстной, глубокой любовью научи меня, Боже, любить. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. В воскресенье Твое Христе спаси, ангели поют на небесе. Невесомая атмосфера светлого праздника окутала весь зал. Каждое слово в этот день славило чудесное событие, эхом отдавалось в душах зрителей. Все лица радостно сияют, сердца свободны от страстей. Так чудодейственно влияют слова святые на людей. Христос воскрес! О миг священный! О чудо выше всех чудес, какие были во вселенной! Христос воскрес! Христос воскрес! Пасха! Как долго ждали мы ее прихода! Через покаянные молитвы и строгое воздержание великого поста, готовя душу и тело к ее приходу. И вот наступает долгожданная басхальная ночь. Такая тихая и безмолвная, как никакая другая ночь в году. Все зажигают свечи и ждут, когда священнослужитель первый произнесет заветные слова. Открытые царские врата пред нами, Святой огонь сияет от свечей, Кругом опять расставлены во храме, Светные яйца, пасы, куличи. Еще темно, но солнышко играет, И глядя теми красками небес, И радостно друг друга повторяет, Христос воскрес! Воистину воскрес! Звонят, звонят, колокола России, Благую весть несут во все края. Любовью к ближнему живет Россия, И молодость свою хранит веком, И снова избавляется от свердых, И очищенье слышит белезвом. В веках ее всебеды и твердых, В веках ее мурацкий слышит сон. О, Русь святая, мудрые славяне, Славянский дух и камни сохранят. В веках ее веки, крестьяне, Жалую Руссия и любят. Звучит песня. Пасху отметили, как и полагается всем миром. Пасха – это праздник надежды, мира, прощения. В этот день, день воскресения Христова, Мы празднуем победу над злыми силами, над смертью. Связан этот праздник с чудом. Христос умер и воскрес. Он уже прошел свой земной путь, Оставил нам заповеди земные, Дал надежду на спасение, Искупил своей кровью прошлые грехи человеческие. Христос воскрес, и жизнь торжествует. В день Пасхи, радостно играя, Высоко жаворных взлетел, И в небе синем исчезая, Песнь воскресения запел. И песню громко повторяли И степь, и холм, и темный лес. Проснись, земля, они вещали, Проснись, твой царь и бог воскрес, Проснитесь, горы, долы, реки, Хвалите Господа с небес, Побеждена им смерть вовеки, Проснись и ты, зеленый лес, Подснежник, ландыш серебристый, Фиалка, зацветите вновь И высылайте кем душистый, Тому, чья заповедь — любовь. Играет солнышко лучами И улыбается с небес, Мы праздник радостным встречаем, Христос воскрес, Христос воскрес, Над всей землей сбоны льются Из белокаменных церквей, В каждом сердце отдаются Великой благостью своей, Какие радостные лица В сиянии праздничных свечей, Душа стремится с Богом слиться Для освящения куличей, Играет солнышко лучами И улыбается с небес, Мы праздник радостным встречаем, Христос воскрес, Христос воскрес. В этот день вспомнили все традиции Празднования Пасхи, В том числе и не дошедшие До наших дней. Сегодня, например, Трудно представить прогуливающихся По улице женщин, Напевающих пасхальные песни. Да и дети нынешние Вряд ли знают столько пасхальных стихов, В отличие от учащихся В воскресной школы. В твоей душе полянка есть С цветами, Цветы в душе растить мы можем сами, Но Божья благодать нужна для них, Как солнце нужно для цветов земных. Есть у цветов прекрасное название, Любовь, смирение, кротость, сострадание, Прощение, терпение и доброта. Жизнь на полянке праведна, чиста, Цветы в твоей душе благоухают, А между ними ангелы гуляют. Им хорошо тут, как в раю родном, Мы светлый рай любовью создаем. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это крашеные яйца, символизирующие начало новой жизни, И куличи, напоминающие церковные купола. В ходе концерта вспомнили и об этих желанных И вкуснейших угощениях. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ расскажу. Пасхальные дни, даже самые привычные истории сказки становятся праздничными. А расскажу-ка я вам сказку про пасхальный колобок. А наутро проснулся колобок раньше всех. Что-то дедушки и бабушки не слышно. Спят господи, на мае со мной вчера, даже обедню проспаюсь. Пойду покачусь я, я лучше в церковь у батюшки цветов водитель окроплюсь. Заскочил колобок с подоконника и айда в церковь. Да не по дороге, а прямиком через лес, а навстречу ему медведь. Колобок, колобок, я тебя съел. Что ты, что ты, я еще не освещен. По мбару метел, по соседу кипел, на водице мешок, и селится и сает. Старая сказка на новый лад пришлась зрителю по душе. А как иначе в такой день? Когда за дело, то есть за сказку берутся дети, результат всегда предсказуем. Будет великолепное зрелище. Так вышло и на этот раз. За детьми наше будущее. В них надежда. На сегодня это вся информация. Мы желаем вам удачи и отличного настроения. Всего вам доброго. До новых встреч. Продолжение следует...